Владимир Сметанин Владимир Сметанин Владимир Филиппов 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 Вот этим летом, на мой взгляд, каких-то недостаточно в нашем городе, что ли, ну, может быть, неправильно слово употребляю, недостаточно, вот каких-то спортивных таких массовых мероприятий, не знаю, чем это связано, может быть, вот эти два года пандемии, да, коронавируса в нас вот немножко задушили, задавили эту тягу, этот интерес к спортивным мероприятиям. Да, мы все уже привыкли за эти два года, что у нас любые сборища, извините за это простое слово, запрещены, иначе ай-яй-яй можно получить, а тут немножко мы выходим, видимо, из этой спячки, появляются проекты, появляются инициативы поучаствовать, в которых могут абсолютно все желающие, да, и вот, видимо, этот проект, о котором мы сейчас будем с вами говорить, это, ну, можно сказать, возрождение после этой спячки. Давайте обо всем подробно. Владимир, Денис. Кто начнет? Кто будет самым первым? Владимир, главный, он начнет. Давайте, Владимир, Владимир, главный, вы начнете. Начинаем с описания сути данного проекта, да, как к этому пришли, какие идеи туда заложены, какие требования будут. Ну, это движение началось с 2014 года у нас в стране на базе Паркран, английского международного движения бегового субботних пробежей. Паркран буквально это забеги по паркам. То есть это то, к чему, собственно, может присоединиться любой абсолютно желающий. То есть тут не надо быть профессиональным спортсменом, это не марафонская дистанция, никуда там ни в какой зачет. Это не идет, а может и идет. Я скажу больше, даже бегать не обязательно уметь. Вот. Можно пройтись, можно, да? Можно пройтись. А можно даже и не ходить. И не проходить, можно просто прийти посмотреть. Посмотреть и поучаствовать волонтерам, помочь много позиций, в которых требуется помощь. И там, по-моему, 9 позиций там у нас. Начиная там... Плюс-минус, да. Да, плюс-минус. И можно быть даже учеником основной позиции. В общем, это больше про сообщество, да, чем про спорт. Да, это социализация. Ну, такой, да, бегаполисы все-таки, да, в первую очередь у жителей... Бегаполисы? Бегаполисы, да. Бегаполисы. В первую очередь у жителей мегаполисов, да, возникает такая потребность. Да, совершенно верно. Крупы городов. Да. Ну, вот, что такое 5-верс? Это еженедельные пробежки по субботам 5 километров. И изначально это продвигалось как пробежки, но потом поняли, что пробегаться необязательно и не нужно, можно просто ходить. И не просто ходить, можно еще участвовать мамам с колясками, там, да, есть такие участники. Там детям, ну, по детям там небольшие есть ограничения возрастные. Мы об этом поговорим попозже немножко, да. То есть движение в любом его виде, так скажем, да. Можно тихо, можно быстро. Там есть такие правила, что нельзя использовать транспортные средства, такие как велосипеды. Самокаты. Да, вы за этим будете следить, да, чтобы люди обязательно на своих двоих. За исключением участников, пара участников. Люди с ограниченными возможностями, да, которым нужно специальные средства передвижения. Имеется в виду, когда мы официально стартуем, вот мы все собрались в одном месте и говорим старт. Давайте место сразу скажем. Место набережной Грина 7, это ровно напротив Феодоровской церкви. В общем, возле церкви. Да, возле церкви вот этой нашей деревянной. Вот там происходит и старт, и финиш в этом месте. То есть очень удобно. И мы пробегаем набережную от самого ее начала до самого конца. То есть начинаем в сторону памятника Грина, разворачиваемся у лестницы и бежим... Обратно? Обратно и до вечного огня. И там у вечного огня разворачиваемся, и таких два круга. Возвращаемся обратно. Да, и получается ровно 5 километров. Трасса промеренная, прям вот до метров плюс-минус там. Почему бы тогда ее не назвать 5 километров, а не 5 верст? Не, ну я понимаю, что верста она чуть побольше, чем километр. Ну так, незначительно, да уж. Если говорить о конкретных цифрах. По этому вопросу немножко, ну в сфере наших новых событий, 24 февраля, это же у нас все двигалось как... Это международное движение. Международное движение паркрана. И мы год назад с вами в этой студии встречались, когда только еще появилась идея там, да, завести паркран в Киров. Мы встречались, тогда мы об этом рассказывали, что это вообще происходит по всему миру, да. Вот, но в связи с известными событиями у нас сейчас, я так понимаю, что, ну, в некотором смысле приостановлено партнерство вот это. Да, да, да. С международными именно. С международными организациями. Поэтому это такое свое как бы название наше место. Да, пришлось... Но суть осталась. Суть осталась, польза осталась, правила остались. Правила по безопасности очень жесткие такие. Все продумано прям до мелочей. И по детям, и по всему там стоят маршалы специально. Ну, даже мы название оставили вот этих маршалов там и так далее. Единственный вопрос, там раньше называлось «Эвент-директор» там и «РАН-директор», то, может быть, сейчас на русские слова будем переходить, поскольку пять верст, наша российская, и там уже будет, наверное, просто организаторы. Я же предлагал, просто организаторы у нас, да. Просто организаторы, да. Просто там, ну, руководители. Серия этих мероприятий, да. Министр-организаторы, я вспоминаю, да. Там же еще есть фактор, как президентский грант. Да. Вот это все, все это движение, все это сообщество по всей стране проводится силами волонтеров, оно бесплатно. Мы чуть попозже попробуем связаться, да, с амбассадором. Да, да, да. Вот, и, но есть моменты, на которые нужны какие-то средства и помощь по городам, по местам, это там использование каких-то манишек вот этих определенных флагов, там, ну, таких карточек вот этих и так далее. В общем, материально-техническая затратка, она все равно существует. Есть определенная сумма и вообще введение там, вот, какие-то волонтеры, есть, как бы эта структура, она такая, вот, напоминает в некотором роде военную. То есть есть штаб в Москве, там, есть там главный человек Максим Егоров, который это все организовал, который тратит очень много времени на это. Ну, то есть он живет этим, получается, вот, а сколько, шесть плюс восемь лет, да, живет этим и руководит. И у него есть, конечно, тоже люди. Там у него, получается, заместители, переводят там, да, на знакомую нам структуру. Представители на местах, организаторы. Потом амбассадоры по регионам, да, которые за регионами руководят, за городами. То есть вот, ну, такая вот представительская. Вот, и не все эти позиции бесплатные есть, позиции, которые там оплачиваются, потому что, допустим, человек, некоторые люди есть, которые ездят по городам. Ну, это как в спортивной федерации, в общем, та же самая примерно, да, картина. Все равно есть какие-то люди, которые получают... Ну, в общем, это для понимания, что это не местечковое такое явление наше, да, сугубо для Кирова, по всей стране, в едином порыве, что называется, да, люди в этот день, в это время будут, собственно, вот, совершать этот забег или заход. Вот, да, страна большая у нас, огромная, с востока начинается, и там первые забеги, это, допустим, Хабаровск. Это как Новый год, получается, Новый год шагает по странам. Здесь вот точно так же. Точно так же, 9 утра в субботу, начинается с востока и двигается в сторону запада, там, Якутск, там, Красноярск, Томск, Новосибирск. Передают эстафетную палочку. Есть общий чат, где они фотографии, там, то есть мы проснулись, а там уже фотографии... А там уже пробежали, а мы только проснулись. Уже, да, там уже фотографии, всё есть там, и там движение большое, и там больше ста человек единовременно приходят, пробегают, и это заряжает. Как так, там уже сто, а у нас ещё... А у нас ещё все спят, да. Да, настроение поднимать друг к другу, что вот давайте там эти... Что интересно, в этих движениях образовываются семьи, там, знакомства. То есть люди знакомятся друг к другу, да? Мало того, что с семьями приходят, но ещё и там, собственно, имеют возможность познакомиться со второй половиной. А потом, ну, 8 лет прошло, уже их дети, то есть приходят туда, да, то есть уже такие паркрановские семьи, так сказать. Ну, а теперь будут пятверстовские, наверное, или как семья. Итак, вот в субботу, 23-го числа, в 9 часов утра, наконец-то состоится официальное открытие. Да, мы к этому долго очень сошли. Да, у нас уже прошло с того момента, как мы с Максимом решили уже... Ну, первое движение... Ой, что я сказал Максиму? Почему с Максимом? Денисом? С Денисом, так, с Денисом Репиным, так. Мы решили с ним уже конкретно взяться, долго мечтали, мечтали, потом, наконец-то, взялись. Вот первый шаг сделал Денис, там, социальную сеть сделал, и все, и мы ринулись. И полтора года назад, 2 января, мы сделали первое вот это наше... Собрание, пробежка. Первое пробежка. Денис, микрофончик. Надо слышно. И вот это все началось. И с тех пор прошло чуть больше 80 вот этих пробежек. Ни одной пробежки, ни одной субботы мы не пропустили, вот так сказать. Ничего себе у вас дисциплина. Да, очень так. Мы молодцы. И даже в трудные времена пандемии мы ни одну субботу не пропустили. Ну, то есть вы только бегали вдалеке друг от друга? Ну, мы не собирались, да. А, ну, социальную дистанцию соблюдали. Да, да. То есть мы как бы онлайн всем писали, все прибегаем, и там каждый по себе бежит, стартует. Но маршрут тот же, все те же, мы встречаемся там друг с другом. Обнимашек только нельзя? Обнимашек не было, пикюни тоже не было. И чаепити не было, да. Да, чаепити не было, но бегали, радовались и друг друга фотографировали. То есть это была такая подготовка, получается, в прошлом году, да, к официальному запуску? Да, то есть, получается, вот эти все полтора года, все эти 80 суббот, они у нас сформировали такое сообщество постоянных любителей, которые любят по субботам начинать свой день с утра, заряжаться так на весь день. И не только бегом, но и общением, и помощью. Это очень людей заряжает. А, я вспомнил, когда эта новость, да, да, появилась в нашем информационном пространстве в Кирове. И 2 января, вот именно этот пробег, я еще подумал, боже, второе число, когда огромное число жителей страны находится, мягко говоря, не в очень адекватном состоянии, и люди их призывают бежать куда-то. Ну, так, ну как? В общем, это был такой бомбой информационный. У тебя полный холодильник, еще салатов прошло, у них не доедем. Мы именно на это и рассчитывали. Мы подумали, ну, если те, кто придут именно 2 января, если они придут, ну, это уже настоящие бегуны, да, то есть на них можно положиться. Значит, есть надежда, что этих людей много, да? Да, и они как минимум надо не переесть 1 января, да, и немножко не перепить, в общем. Ну да, чтобы быть готовым. И проснуться вовремя, то есть лечь спать еще в более-менее нормальное время, чтобы рано встать. Поскольку это все начинается по субботам в 9 утра? Нет, давайте про конкретную субботу говорить. Ну давайте, 23-го. Ну, обычно у нас как происходит? Мы собираемся там где-то в 8.30. В 8.30 собираются волонтеры, руководитель. И один у нас есть человек-волонтер, который занимается разметкой трассы. Это разлаживает фишки определенным местом, чтобы где повороты, где... Это делается для того, чтобы... Чтобы не убежали не туда. Да, чтобы человек ориентировался, куда ему, собственно, двигаться-то. Да, но свои-то, кто каждый раз приходит, они-то знают, куда бежать. Они знают, понятно. Они бесконечно бегают, да. А это мы в основном... Движение-то как бы общемировое, и приезжают гости с разных городов. А-а-а, то есть можно еще вот так вот, да, обмениваться и знакомиться. Это можно ездить в разные города. Ну и раньше это было странно, но я думаю, и будут скоро. Это все же все равно, все восстановят. Ну в первую очередь сейчас российское движение. Да, пока российское. Между странами... Сейчас немножко отвлекусь, то есть и там между городами фишками обмениваются. То есть с разных городов можно привозить свою фишку и обмениваться. А там прям надпись есть, да? А фишка это что такое? Как это выглядит? Такая вот... Фишка, элемент. Фишка это маленькая, кругленькая, пластиковая, яркая тарелочка. Да, да, да. Тарелочка, да. С помощью которых мы размечаем трассу. Элемент, в общем, этого гражданиного размера. И на ней можно фломастером написать, там, город Кира. Вот я привез буквально на днях с Сочи. Там оставил свою кировскую, а у них забрал. Ага, понятно. Сочи, Адмир, Олимпийская набережная, да. То есть и вот так вот. И это как бы немножко, ну, как элемент игры такой. А куда потом эти фишки деваются? То есть человек, который поменялся, он у себя их оставляет? Да, да. То есть, а потом кто-то снова с Кирова приедет, он увидит, да, вот же наш Киров. А, вы раскладываете. Вот люди коллекционируют на трассу. Люди коллекционируют магнитики из других городов, да. А тут вот фишки вот такие. Тоже память. Это обязывает лишний раз, если ты находишься в городе, узнать, а если там пять верст, и можно ли обменяться? Как бы, да, то есть и быть ровно там в девять. Ну, правда, в Сочи там надо быть восемь, поскольку в девять там уже жарко. А, там уже не побежишь. Есть немного плавающие правила для разных городов. Да, зависит от климата и от начала светового дня. Допустим, там, по-моему, в Питере тоже смещают. На более позднее время, да? Или на более раннее, наоборот? В Питере на более раннее, наверное, можно время. А мы сейчас, может быть, спросим, как раз у нас есть человек. Да. Из Питера. А, Дарья, Дарья? Да, Дарья. Это Дарья. Панюхина. Панюхина, она наш амбассадор. Она наш амбассадор. У нас время, в принципе, еще есть, да. Была в гостях здесь, в Кирове. И она проводила первые наши тренинги. Тренинги. И она, ну, как бы, именно это отметила, что у нас такая огромная команда. И сплоченная. Такая настоящая. То есть, постоянство такое. В общем, дала такой заряд рабочий на то, чтобы продолжать эту деятельность. То есть, прописали буквально все обязанности, на каком месте там. Все это протренинговали, прокрутили, проверила нашу трассу. Правда, не повезло, у нас никогда такого не было. И именно, когда она приехала, был такой гололед. Это просто, можно было на коньках. Ну, у нас город вообще, в принципе, отличается. В холодное время года, да, такими скользкими поверхностями. Да, ну, город у нас хорошо убирается, конечно. Хорошо убирается, особенно набережная. На данный момент... Подожди, это вы шутите сейчас? Нет, нет, я серьезно говорю. Набережная убирается очень хорошо. На данный момент уже сформировался костяк, да, люди, которые участвуют постоянно в этих забегах. Сколько это примерно человек? Ну, в среднем. Несколько участников в среднем 25-30 человек. Это те, которые вот из недели в неделю, да, каждый раз приходят. Там состав меняется все время. Кто-то приходит, кто-то... В какую-то неделю кто-то не может участвовать. Но постоянно примерно 25-30 человек. Да. Из них там волонтеров, там, человек... Десять. Десять, пятнадцать, может, да. Ну, пять, может, так вот, меняется, кто-то может. Ну, вот, десять, они такой уже костяк. То есть это можно назвать, вот, наша команда. Наша команда состоит, там, из пяти руководителей, организаторов. И, там, десяти-пятнадцать человек, вот, постоянных участников. Это мы все волонтеры. Вот у нас человек, получается, около 20 человек. То есть мы организаторы, мы тоже волонтеры. А сейчас, 23 июля, будет делаться ставку уже на массовость, да, на привлечение, правильно понимаю? Большего количества участников. Да, ну, что все желающие, собственно, кто имеет возможность в это время подойти, кто, там, оплодает нормальным физическим самочувствием, пожалуйста, приходите. Есть такая возможность бесплатная для всех каждую субботу. Мы связались, да? Амбассадор проекта «Пять верст» из Петербурга, Дарья Панюхина, к нам присоединяется, да. Можно надеть наушники, чтобы слышать это я нашим гостям говорю. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Во-первых, у нас вопрос. У вас в Петербурге тоже в 9 утра стартует 5 верст? Или попозже, или пораньше? Да. 5 верст стартует в 9 утра. Но у всех северных регионов есть возможность зимой перейти на такое зимнее время старта 10.00. Это по желанию команды и по условиям парка. Где-то есть освещение, где-то нет. Понятно. У нас такие, кто переходит на 10 утра. Ну, такие, получается, плавающие правила, не совсем строгие. Ну, как и все остальное. То есть бежать не обязательно, можно идти, да? В 9 утра не обязательно, можно немножко попозже, если организаторы решат перенести в связи с погодными условиями или климатическими. Нет, не совсем так. Не совсем? Не совсем так. Нельзя переносить по желанию организаторов, то есть вот по их настроению или мнению о погоде. Это заранее все продумывается, публикуется на сайте, что, например, 1 декабря по конец февраля все у нас стартуют в северные парки в 10 утра. То есть не каждую неделю этот перенос, а просто однажды принимается такое решение, да? Да. И то это, конечно, вызывает смущение у участников, поэтому мы не очень рады, когда это происходит. Понятно. Каждый раз, получается, два раза в год приходится менять время старта, и это уже их не радует. Стабильность наших всех. А в северной столице это одна и та же локация регулярно? Где вы бегаете, кстати. Да, где бегаете, и насколько массово жители Питера принимают участие в этом движении? Жители Питера участвуют... Смотрите, дело в том, что каждый парк, каждая команда, она уникальна. Есть шикарные парки, на которых собираются всего 20-30 участников. А есть более скромные сами по себе парки, но более удачно расположенные. Там бегают по 100-120 участников. То есть, подождите, я вас правильно понимаю, Дарья? То есть, у вас не в одном месте собираются? Несколько мест сбора. У вас несколько мест по городу, получается, потому что Петербург больше, чем Киров. Сложно представить, во сколько раз. Ну, ладно. То есть, вот так, да? Да, у нас несколько парков. А общее число участников этих мероприятий в один день сколько? Примерно. Желают поучаствовать, да? Среднее количество – порядка 500 человек каждую субботу. А это так соедно. Плюс еще треть от этого числа – это волонтеры. То есть, примерно еще 150 человек с ними. Это люди, которые просто приходят хорошо провести время в субботу. А состав участников? Люди, возраст? То есть, это больше молодежь? Есть ли с семьями? Да. Молодые, пожилые? Да, здесь мы ничем не отличаемся от Кирова. У меня был прекрасный опыт. Я была у вас на мероприятии. Видела ваших участников. Так вот, все то же самое и в Питере происходит. Приходят родители с детьми самого маленького возраста в том числе. Приходят пожилые люди. Пожилые люди, которые ходят только с палочками. Скандинавская ходьба. Или пожилые, бывшие марафонцы, легкоатлеты такие. Сушненькие, поджаренькие, которые в хору дадут молодым. Приходят начинающие мужчины, женщины 30-40 лет, которые всю жизнь к их бегу не имели никакого отношения. А тут вдруг решили озаботиться здоровым образом жизни. Их тоже много. Профессиональные бегуны приходят просто для того, чтобы хорошо провести время. Или пообщаться с единомышленниками, назначить какие-то более серьезные тренировки. Потому что у нас все-таки это больше мероприятие для удовольствия и для радости. Я думал, профессиональные бегуны приходят, чтобы самоутвердиться. Да, точно. Посмотреть на новичков. А я как раз хотела спросить. Несмотря на то, что это все-таки неспортивные, в строгом понимании события. Есть профессионалы, есть те, кто, как вы говорите, пришли в первый раз, внезапно начав бегать. Можно там вообще получить какую-то информацию по тому, вообще, правильно ли ты бежишь? А надо ли тебе какие-то другие кроссовки купить? То есть кто-то с кем-то можно посоветоваться новичку? Или это не предполагается? Наши мероприятия не предполагают обучение. Потому что у нас нет сертифицированных тренеров, тех, которые имеют право обучать. Ни в коем случае. И наши мероприятия не являются клубом. Но, приходя на такое мероприятие, вы наверняка встретите профессионалов. И к ним как раз-таки можно обратиться лично. Плюс организаторы каждого мероприятия нередко устраивают такие встречи с профессионалами, мастер-классы, можно их так назвать. И заранее объявляют об этом в социальных сетях, что, допустим, в ближайшую субботу к нам придет мастер спорта по легкой атлетике. Такое-то и такое-то. И вы, все наши участники, сможете поприсутствовать по окончанию мероприятий и задать свои вопросы. Хорошие, удобные вопросы. Никто же не запрещает человеку просто подойти и пообщаться, там, по-дружески, как-то любезно спросить какого-то совета. Конечно, да, мы заобщим, это прежде всего. Дарья, а в целом по стране что сейчас происходит, если мы говорим про какую-то общую картину? Ну, я так понимаю, что ведь не только в Петербурге, не только в Кирове, да, да, да. Где еще, ну, можно такое, не знаю. Такие сложились крепкие местные ячейки этого движения, да, сообщества. Вообще сейчас 90 парков по всей России. Самые крайние точки у нас, для того, чтобы понять географию, это Якутск, Воркута, Калининград, Точи, вот Санкт-Петербург, Великий Новгород на севере, в Сибири у нас есть Нижний Тагил, например. То есть Якутск это самая восточная точка, да, получается сейчас? Якутск, да, да, на данный момент у нас есть заявки и, допустим, из Петропавловска, Камчатского, просто команды пока еще в стадии подготовки находятся, еще не допустились. Но, тем не менее, мы с ними работаем, да. Представила, там по сопкам, наверное, да, в Петропавловске, Камчатске. Там сложно выбрать. Там рельеф такой, да, не как в Кирове. Понятно, так. И вот насколько, ну, то есть эта вот история, она про, скажем так, чем больше город, тем больше сообщество или нет такой закономерности? Такой закономерности нет. Есть, например, у нас маленькие городки, такие города, как Кимры, там меньше 50 тысяч человек населения, а команды очень дружные, там по 50-60 участников очень часто. А есть в крупных городах, в миллионниках, там Рязань, например, или Воронеж, а команды чуть меньше и чуть скромнее привлекают людей. Во многом это зависит от самой вот инициативной группы, которая все это проводит, насколько они активно привлекают участников. Или им хватает вот такого камерного дружеского мероприятия между собой, и на этом они решают, собственно, свои амбиции умереть и довольствуются этим. А я правильно понимаю, что нет цели, да, а все-таки, ну, не стоит перед организаторами цель увеличить количество участников, там, да, как можно больше? Или все-таки есть какие-то плюшки, которые там каждый город за это получает организаторы? Ну, не знаю, нет, я не имею в виду материальные, а, например, я не знаю, там, вы собираетесь по 150 человек каждую субботу, к вам, значит, там, раз в месяц приезжает какой-нибудь великий спортсмен общаться или еще как-то, нет? Нет, абсолютно нет такой цели увеличивать количество посещаемых. Наша задача – дасть возможность местным жителям регулярно посещать эти мероприятия. А пользуются они этой возможностью или нет, тут уже как получится, как произойдет. И к организаторам абсолютно одинаковое отношение, независимо от того, сколько у них людей, 20 или 120 каждую субботу. Потому что, зачастую, они даже не могут, не всегда могут на это повлиять. Это зависит от того, какой микрорайон окружает данный парк, насколько активное сообщество. Допустим, Москва, да, город более благополучный в финансовом плане в том числе, и там посетителей в парках тоже больше. Потому что у людей, ну, чуть более запросы уже более высокого уровня, нежели заработать себе на макароны. Ну да, и надо сказать спасибо властям, да, Москве, например, которые… У меня, кстати, вопрос, да, местные власти, местные чиновники, вы с ними контактируете или, в принципе, они вам не интересны? Ну, может быть, вот случается уже нечто такое, что там претензии начинают высказывать. А что это вы тут на себя одеяло перетягиваете? У нас тут своих спортивных мероприятий очень много, да. Или мы там хотим присоединиться тоже как-то, пропиарить эти вещи, на официальных своих ресурсах опубликовать. А там ведь еще история с тем, что нужно, наверное, разрешение какое-то получать, да, это все-таки массовые мероприятия. Да, на проведение массовых мероприятий. Как у вас с местными чиновниками отношения складываются? Отношения у нас складываются с самого начала, как только мы решаем запустить мероприятие в данной локации. Как только появляется инициативная группа, мы тут же их отправляем в местную администрацию. В ту организацию, которая владеет, распоряжается данной территорией, потому что наши мероприятия официальные. Мы не спортивные, и часто мы попадаем либо в категорию физкультурных, по мнению администрации, либо вообще досуговых, либо они закрывают на нас глаза и говорят, бегайте, как хотите, вот вам бумага о том, что мы не против, и все. То есть степень серьезности взаимоотношений меняется от города к городу, и при этом взаимоотношения с администрацией тоже могут быть разные. В одном городе они с удовольствием ставят себе галочку о том, что в парке проходят мероприятия бесплатные для общества. Замечательно. Еще прекрасно, да, можно в общий план включить. Ни копейки на это не потратим, а они отчитываются о том, что это проведено. В наших интересах, чтобы нам как минимум не мешали. Если при этом администрация еще поддерживает информационно, то это просто идеальный вариант, потому что они имеются в социальных сетях, у себя новостная страница на сайте. И если и там, и там аудитория получит информацию о том, что каждую субботу в 9 утра можно прийти в парк и поучаствовать, это вот самая лучшая помощь, которую они могут нам оказать. Нам больше и не нужно. Спасибо. Ну что, успехов большому кораблю, большое плавание, как говорится, да? Дарья, спасибо большое. Дарья Панюхина с нами на связи была из Петербурга, амбассадор проекта «Пять верст». С Дарьей мы прощаемся, убегаем на рекламу, а к нашим гостям в студии вернемся после нее. Продолжаем. Еще раз напомню, кто у нас в гостях. Владимир Филиппов, руководитель проекта «Пять верст» «Набережная Грина», Денис Репин, организатор проекта «Ответственность за пиар» за соцсети. В общем, еще раз представляем наших гостей. Проект называется «Пять верст» на «Набережной Грина» или просто «Набережная Грина». «Пять верст» «Набережная Грина», как он называется, да? Название нашего локального проекта. Кировского. Да, общероссийское название «Пять верст». Да, еще раз напоминаем, что в эту субботу, 23 июля, все желающие поучаствовать, пробежаться, пройти вот эти пять верст. Или просто посмотреть даже. Или просто посмотреть. В 9 утра «Набережная Грина» у Феодоровской церкви. То есть вот перекресток «Розы-Люксембург» прямо туда и упираетесь в точку старта, да? Прямо рядышком, кстати, говорят с администрацией Первомайского района. Да, полчасика заранее прийти, то есть 8.30, 8.40. Участники, кстати, получают что-то… Давай возрастное ограничение, скажем. 6 плюс, наверное, да? 6 плюс. У нас это дети с семьями, то… Да. Семьи с детьми. До 11 лет в сопровождении родителей, они должны быть в прямой видимости, дети. А после 14 лет достаточно… Письмом. С запиской от родителей. Да, сейчас до 14 лет достаточно… Вот с 12 до 14 достаточно родителю находиться в парке, но может ребёнок быть не в прямой видимости, то есть он может бегать. А после 14 достаточно вот письменного разрешения там, ну, бумажки какой-то, что вот родители разрешили. Я его отпустила, подпись «Мама» или «Папа». Ну, наверное, так вот условно так. Ну, понятно. Там есть ведь ещё момент регистрации. Да. Для того, чтобы официально стать участником этого всероссийского движения. Смотрите, в 9 всё начинается. Денис говорит, что надо приходить немножко пораньше. Для чего? То есть человек, который приходит к вам утром, в субботу, он каждый раз регистрируется или он заранее регистрируется? Выдают ли ему что-то, какой-то опознавательный знак, что вот он не просто так тут бежит по делам? На самом деле участвовать в этом мероприятии со всеми очень легко. Можно, в принципе, даже вообще не регистрироваться. Просто прийти. Так, так. А время нужно для того, чтобы просто подготовиться минут 10, сделать вместе со всеми в общем кругу лёгкую разминку. А это нужно, да, для того, чтобы нормально прибежать? Разогреться после того, как проснулся ещё, чтобы организм ещё не понимает, что происходит. Так. Вот. И принять участие в этом старте наравне со всеми. Угу. Но получается, что у нас каждый финишёр, который после окончания дистанции прибегает вот в эти финишные ворота, в финишный коридор, так, так. Ему выдаётся карточка, позиция называется. Угу. И на ней написано порядковый номер, под которым он финишировал. Так. И там есть специальный штрих-код на этой карточке. Угу. У нас есть специальный волонтёр, который считывает эти коды на свой телефон. И что с ними потом происходит? И происходит общая у нас статистика сбора информации о всех участниках, кто за сколько... Пробежал. Пробежал. И только за регистрированным участником на их электронную почту отправляется результат. А, то есть они просто могут потом смотреть за своей динамикой, что называется. Да, статистика, история своих участников. Статистика, личный кабинет. Очень много интересных вещей можно посмотреть. Это всё находится на сайте 5верст.ру, да? Да, всё верно. 5верст.ру. То есть вот когда сканируется этот волонтёр, эти все данные официально заливаются в этот самый... Регистрация нужна всего один раз. Единовременно. И она действительно на всей территории России, на всех локациях. Первый раз приходите, регистрируетесь, и дальше можно... На сайте, видимо, личный кабинет потом есть, где можно посмотреть все свои достижения. У вас все дисциплинированные, все вовремя приходят? Или бывает такое, что все уже бегут, и человек только-только вот добегает, присоединяется? Могут все стартовать уже, а кто-то через 5 минут после старта приходит и говорит, а где все? Бывает. И он тоже отправляется по маршруту, просто у него получается плюс время дополнительное. Понятно. Там интересный такой момент есть, да, ещё раз повторим, что бежать не обязательно. Можно идти, можно идти с детьми с колясками, но не приветствуются средства передвижения. Самокаты, велосипеды, то есть обязательно на своих двоих. Это для безопасности, я так понимаю, сделано всех остальных. Да-да-да, меня там момент заинтересовал. Всё-таки в конце будет идти человек, тоже волонтёр, который будет присматривать, да, и как-то каким-то образом пытаться подгонять. Давай, чувак. Это как в армии, да, извините. Мы тебя ждём, ты тут последний. Вот в тех фильмах, которые мы видим. Не совсем подгонять, а просто поддерживать дух. Давай, ты можешь. Давай ещё. Один шаг, второй. Человек называется замыкающий. Да, и он специально, эта позиция волонтёрская, она сделана для того, чтобы никто из участников не был последним. А-а-а, это психологическая такая штука, да? Обидно же быть последним. Ну, конечно. Не был последним, и он также смотрит за состоянием ещё участников. Если вдруг кому-то что-то плохо, то есть он может оказать или помощь там медицинскую. То есть мы прошли обучение не просто тренинг, как расставлять фишки и так далее, организовать, но мы ещё прошли тренинг медицинского характера. То есть мы можем оказывать какую-то первую помощь, какую-то первичную, то есть доврачебную, вызвать скорую и так далее. То есть вот это очень строго у нас всё тоже продумано в нашем движении. Вот это, кстати, да, тоже важный момент, потому что когда проводились большие полумарафоны, да, или эстафеты в Кирове, насколько я помню, нужно было приносить с собой справку. Вот врача, терапевта. Вы тоже просите, чтобы ваши участники предварительно посетили там медика, да, прежде чем бежать? Или всё-таки дистанция не настолько большая? Ну как небольшая? Ну нет, 5 километров, ну это не 42 и не 21. Характер мероприятия больше, он всё-таки не спортивный, а такого физкультурно-здоровительного характера. И на сайте 5 верст, там в правилах внизу есть рекомендация посоветоваться со своим врачом о возможности, то есть так как мероприятие 5 верст является физической активностью, то участие всё равно, чтобы для того, чтобы участвовать, нужно иметь хотя бы информацию о том, что не запрещено этим заниматься. Будь то ходьба или лёгкий бег. Поближе ещё к микрофону, пожалуйста. Звук немножко исчезает. Ну в общем, это налаживается как бы на самого человека. Ну понятно, да. Но обычный человек, который так или иначе о своём здоровье думает, он всё равно, ну наверное, в том числе подумает о том, что нет ли у него каких-то хронических заболеваний, с которыми нельзя. И если вдруг как-то стало нехорошо, можно просто перейти на шаг. Если бежал, ну можно перейти на шаг, потом снова можно побежать. Тут вот мы всё время акцентируемся, что это не соревнование, но кто очень хочет, он может и посоревноваться на самом деле. У нас двойственно. Почему? Потому что же мы засекаем время вплоть до доли секунды. И это же потом всё фиксирует, регистрирует. Может, у кого-то дух лидера, вот он прям горит, ему хочется быть первым. Есть такие, то есть они, там у нас рекордсмены есть, за 19, там с копейками, 19 минут пробегает 5 километров. Вот я как раз хотел спросить, а сколько это для среднестатистического участия 5 километров по времени? Зимой вот где-то они 21 минута у них, я вот наблюдаю так примерно, 21 минута зимний период. А сейчас, главное, когда жара была плюс 30, у них раз 19 минут. Слушайте, а в жару разве можно бегать? Ну, у нас водичка всегда с собой, мы обеспечиваем водой. А, вы предоставляете организаторы? Ну, на добровольник сначала. Да, на добровольник. Ну, вот это же всё волонтёрство, и у нас есть позиция волонтёрская принести воду. То есть кто хочет, ну, он приносит. 5 литров. Ну, сейчас мы написали там, ну, 10 литров, потому что совсем жарко, ну, вдруг пяти не хватит. Ну, понятно, и там стоят статанчики, то есть можно подойти в этот момент и попросить водички. Ну, то есть, и мы, волонтёры, те, кто у нас, у нас же получается через старт у нас сколько раз пробегают? Четыре раза, да? Четыре раза. И мы в стаканчиках воду им сразу подаём. А это как мы видим в картинке с марафонов. Да, да, да. А именно на этих пике даже успеваем ещё воду подать. Кто хочет, там, пожалуйста, может пополнить баланс воды. А общие легкоатлетические какие-то нормы, требования действуют? Ну, вот там не подрезать участников, не препятствовать обгону, что там ещё может быть? Ну, вот чтобы максимально предусмотреть все риски, чтобы все живыми и здоровыми, собственно, завершили и пришли к финишной. Перед стартом у нас проводится брифинг, то есть, организатор текущей недели, текущей субботы, он объявляет всем участникам основные правила, по которым проводятся мероприятия. И самое главное и основное правило это о том, что все участники этого старта не имеют никаких преимуществ перед другими участниками, людьми, которые находятся в этом парке, належные. То есть, обычные пешеходы, прохожие, гуляющие там, их нельзя, скажем так, обижать. Создавать помехи в движении, да. То есть, мы не имеем никакого приоритета в движении. То есть, уважительно относиться ко всем, уступать, скажем так, дорогу. Если там бабушка какая-то переходит на трассе перед тобой, то есть, не нужно там её сбивать с ноги. Не нужно кричать на неё, и бабушка, да, и не спрашивай. На нашем маршруте есть одно узкое место, такое горлышко. Это мост? До моста, там парковка есть. Ага, да. И она очень узкая. Дерево с замочками. Да, и мы вынуждены там по рекомендации штаба и руководства нашего там ставить маршала, вот как раз человека, который следит за тем, чтобы не срезали, вот где машины стоят, а именно пробегали тут. И были очень аккуратны, потому что там могут и мамы с колясками проходить, и просто кто-то там. И дети могут кататься на велосипедах, да. Чтобы были очень аккуратны вот в этом участке. Ну, обычно в 9 утра в субботу на набережной. Не так много людей, да? Да, да, да. Ну, практически ещё нет. Обычно вечерами там бывают скопления. Или если есть, то те, кто тоже бегут, или, ну, активность какую-то проявляет. То есть либо спортсмены, либо, может быть, кто-то, кто с собаками гуляет. Ну, с собаками, да. Вот это, кстати, тоже ведь вопрос. Там, я не знаю, отпускаются поводков собак или нет? Это же опасно, наверное. Ну, бывает, но обычно нет, но бывает иногда очень редко. Ну, и в последнее время смотрю, как-то их поубавилось по утрам. Или они чуть раньше выгуливают, а в это время вот их какой-то минимум. В 9 часов уже все отгулялись. Сейчас жарко становится, уже солнце в 9 часов, наверное, чуть побольше. Хотя на нашем забеге, или пробежке, как правильно уже сказать, да, можно поучаствовать и с собакой тоже. Ага. На коротком поводке. И в наморнике. Ну, да. У нас требования такие существуют. И в короткий поводок. Вот единственное... Не в свободном выгуле должна находиться собака. А вот, кстати, то, о чём мы говорили полчаса назад, о том, что это всероссийское движение, трансформировавшееся из международного решение о принятии участия в таких мероприятиях в других городах. Каждый сам принимает? Ну, то есть, например, житель Кирова, я хочу съездить в определенный день в другой город, поучаствовать в таком мероприятии. Пожалуйста. Пожалуйста, да. То есть каждый сам за себя отвечает. То есть никаких команд не формируется. Нет. Там, ты вот показываешь, Вася, хорошие такие результаты, давай сгоняем, в Сочи или ещё куда-нибудь. Нет, нет. Каждый как... Соревновательного абсолютно нет. Ну, то, о чём мы говорили, это не соревнования, это не задача прийти первых. Хотя ведётся статистика, что вот в таком-то парке, допустим, самое быстрое время такое-то, там вот есть, существует такое, допустим, в таком-то городе, в таком парке, есть такое самое быстрое время, есть среднее время всех участников. По стране, получается, даже. И по стране, и по городу среднее. То есть, ну, автоматически там оно суммируется. И среднее время, оно может быть, там, примерно равняться, там, 30 минутам. Угу. То есть, представляете, да, или там 25 минутам. То есть, значит, последние бегут за 40 минут, первые за 19, а вот средние, там, 30, условно говоря, минут. А в африканских странах, вот, у них среднее время, среднее время где-то равняется 40-50 минутам. То есть, я так понимаю, там вообще пешеходы. Вопреки заблуждениям. Да, мы же из школы все помним, что 5 километров, это где-то примерно час с пешочком. Ну, конечно. С подрым шагом. С подрым шагом. Ну, не спеша, да. Вот у них там 40 минут среднее время. Странно. То есть, там большинство... Ну, не жарко. То есть, усеян болт у нас ведь и африканских кровей. Ну, вот, я говорю, вопреки заблуждениям. То есть, они-то бегут, африканцы-то, 5 километров за 13 минут. У них все, кто бежит за 13 минут, они все в спорте профессиональном. Видимо, так. Да, но они могут... Они бывают на паркранах участвуют. В общем, еще напасли. Кстати, вот, секундочку, да. У нас же Надежда Шиханова же есть. Это третье место в чемпионате России по суточному бегу. И она к нам приходит в гости. Понятно. И можно ее увидеть, потрогать. И познакомиться, и пообщаться. Я прошу прощения у наших гостей. Звукорежиссер говорит нам, пора завершаться. Еще раз мы предупреждаем и призываем всех. Значит, это суббота, 23 июля, 9 часов утра. Немножко пораньше даже, да, 8, там, 40 примерно. Федоровская церковь на набережной Грины. Там собираются участники проекта «Пять верст», который официально, наконец-то, открывается в нашем городе. Поэтому все приходите туда, 6 плюс возрастное ограничение. Можно с детьми, можно бешком, можно с коляской, как хотите. Спасибо нашим гостям. Спасибо. Владимир Филиппов, Денис Репин были в студии. Мы прощаемся. Удачи. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания.